всем привет с вами магазин горные вершины как всегда я андрей и в нашем сегодняшнем видео сравнительный обзор трех очень интересных моделей лыж и так погнали здорово что же это за модели первая модель это head core 99 вторая модель это ranger 102 fr от компании фишер и третья модель это бенчатлер 100 от компании atomic все эти три модели это фрирайдный универсал и стали около 100 миллиметров стоит начать с того что же все-таки объединяет эти три модели лыж собственно это конструктив деревянным сердечником это наличие рокера и это ширина талии то есть похожий шейп похожая геометрия похожая конструкция несмотря на схожесть своего назначения и похожие характеристики эти лыжи все же отличаются и сейчас мы посмотрим чем же именно конструктив и шейп этих лыж определяет их назначение это отличные универсалы которые можно применять как для катания по подготовленным разбитым склонам так и для фрирайда мы при желании даже можно прыгать на них в парке на всех этих трех модель ну а теперь перейдем собственно деталям первое отличие которое бросается в глаза это кембер он у всех этих трех моделей разный самый высокий кембер у модели atomic band четвер он составляет почти 4 миллиметра на 172 ростовку fisher ranger имеют менее высокий кембер порядка 3 миллиметров ну и самый невысокий кембер у head core 99 он составляет всего лишь два миллиметра зачем нужен кембер вы же кембер собственно это весовой прогиб который сделан для того чтобы распределить ту нагрузку которую мы прикладываем центру лыжи на носок и на пятку чем выше кембер тем распределение нагрузки получается более динамично в то же время низкий кембер делается для того чтобы больше работала вся плоскость лыжи и в основном делается на более жестких моделях следующее отличие этих трех моделей это конечно же их жесткость самыми жесткими из обзора будут лыжи head core 99 у них самая жесткая пятка достаточно жесткий носок и в целом очень высокая торсионная жесткость мягче чем core 99 будут рейнджер 102 у них достаточно мягкая пятка и достаточно мягкий носок но при этом неплохая торсионка и наконец самая мягкая из наших трех моделей это atomic band chetler у них пяточка немножко мягче чем у рейнджера 102 фишера и немножко мягче носок на самом деле по жесткости atomic band chetler и fisher ranger 102 очень похожи именно по своим ощущениям жесткости далее мы рассмотрим такую вещь как рокер на всех этих трех моделях он присутствует он есть как спереди так и сзади на всех трех моделях но он у всех трех моделей разный у core 99 будет самый низкий рокер как передний так и задний задний рокер практически отсутствует можно даже сказать что это строго говоря не рокер небольшой подъем пятки передний рокер на данной модели составляет 21 с половиной сантиметр и высота его пять с половиной сантиметра задний рокер на данной модели в длину составляет 13 половиной сантиметров а высота у него всего лишь 14 миллиметров на fisher ranger 102 передний рокер будет 33 с половиной сантиметра в длину и подъем 6 сантиметров задний рокер на данной модели будет длиной 23 сантиметра и высотой три с половиной сантиметра на томиках Бен Четлер передний рокер будет длиной 33,5 см и подъем 58 мм. Задний рокер будет иметь длину 21 см и подъем 34 мм. Что же нам дает рокер? У рокера две основных функции. Первая и главное это обеспечить легкое всплытие лыжи в глубоком снегу. И вторая функция рокера это сглаживание фазы входа лыжи в поворот. Следующий момент это заводская отметка установки центра креплений. На Atomic Ben Chetler и на Fisher Ranger 100 она практически одинаково расположена, то Headcore будет иметь небольшое смещение порядка 1 см к пятке. Что же дает смещение центра установки креплений? Если мы смещаем центр установки вперед к носку лыжи, мы получаем несколько большую маневренность, возможность удобнее катать свече и крутить трюки. Если мы смещаем центр установки ближе к пятке лыжи, мы получаем большую стабильность на ходах. Также хотелось бы отметить еще одну интересную конструктивную особенность у лыж Atomic Ben Chetler. На пятке и на носке здесь использована такая технология, которую Atomic назвал HRZN, сокращенно от слова Horizon, горизонт. Суть ее в том, что здесь увеличена площадь носка и пятки за счет того, что они имеют форму, схожую с формой ложки. Это сделано опять-таки для того, чтобы лыжа лучше всплывала в глубоком снегу. Также мною замечено, что данная штука отлично работает в таких условиях, когда на склоне появляется корка на 100 и в дуге за счет своей формы лыжи не подныривает под эту корку. Исходя из выше обозначенных особенностей данных трех моделей, их можно рекомендовать под разные цели и задачи. Headcore 99 можно рекомендовать как отличный универсальный снаряд для жесткого склона, для разбитого склона и для фрирайда, но с условием, что вы любите на них мочить и спрямлять, поскольку лыжа достаточно жесткая, рокер у них небольшой и она требует достаточно высоких скоростей. Fisher Ranger 102 будет, пожалуй, являться самой универсальной из этих трех моделей, поскольку она позволит кататься в различных снежных условиях, в разном снегу, также и по подготовленному и по разбитому склону. Ну и, наконец, Atomic Benchelter 100 – это лыжа, которая, прежде всего, позиционируется как лыжа для бэккантри фристайла. Она позволит вам прыгать трюки, она позволит вам кататься даже в парке при желании, ну и, конечно, ее можно использовать для отличного фрирайда и для разного снега. Ну и в конце хотелось бы сказать, что на всех этих трех моделях я катался в горах, я их тестировал, поэтому с удовольствием могу поделиться своими впечатлениями в комментариях к данному видео. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайкосы. А с вами был магазин Горной Вершины, я Андрей, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok